Дискуссия 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 Я себе позволю быть немножко гуманитарием сегодня и рассказывать не про технические характеристики и не про средства введения, космические аппараты, а про создание экосистемы, порассуждать на тему того, что нам нужно для того, чтобы иметь возможность выращивать своих единорогов в космической области, в России. В России был опубликован отчет Организации экономического сотрудничества и развития, подготовленному к саммиту лидеров Большой двадцатки, в котором отвечается, что к 2030 году все технологические компании будут космическим по факту наличия в бизнес-модели использования результатов космической деятельности. А мировая экономика в 2030 году станет полностью космической. То есть получается, что именно сейчас формируется переход к новому экономическому укладу, основанному в том числе на космических технологиях. Год, наверное, два назад был анонс о том, что Австралия у нас вступает в космический клуб. Причем Австралия пошла по пути, отличным от того, как это развивалось во всех остальных странах. Они создали национальное космическое агентство и объявили для частников конкурс на создание космодромов. То есть они вообще изначально космос воспринимают как частную историю. В Шотландии создается космодром для частных ракет. То есть вот получается, что космос — это частник. Так вот, космические технологии и новый экономический уклад, они связаны тем, что невозможно экономическое развитие без создания новых рынков и технологического развития. А борьба за новые рынки всегда сопровождается жесткой конкуренцией. То есть мы переходим от эпохи освоения космоса, эпохи использования космоса, использования космических ресурсов и возможностей для того, чтобы создавать новую экономику. Новые рынки — это всегда новые игроки. Поэтому, соответственно, и Китай, и Индия, и, опять-таки, Австралия, и Шотландия, и другие страны стремятся попасть в космический клуб для того, чтобы развивать свою экономику. То есть можно действительно говорить о формировании космической экономики. Ну, в данной измененной парадигме традиционная космическая отрасль России начинает испытывать давление со стороны более гибких конкурентов. То есть в России приходится прикладывать гораздо больше усилий для того, чтобы сохранять свои позиции на мировом космическом рынке. Нужно отметить, что зарубежные страны, такие как США, Китай, они используют государственно-частное партнерство для того, чтобы идти вперед. То есть мы уже не можем конкурировать с ними, используя традиционные механизмы. И вот новый механизм — это государственно-частное партнерство, которое является столпом для продвижения вперед. Актуальность создания в России частных космических компаний стала уже достаточно очевидна. Традиционные государственно-космические отрасли нужны надежные частные партнеры для участия в построении новой космической экономики. Несмотря на технологические и производственные возможности самих организаций госкорпорации, для компаний с инновационными идеями сейчас открываются большие перспективы, поскольку происходит не только трансформация отрасли с точки зрения изменений правового регулирования, но и в целом трансформация парадигмы восприятия деятельности частных компаний в космической сфере. То есть сейчас самое время говорить о создании единой государственно-частной системы построения космической экономики России, где одним из факторов дальнейшего развития деятельности в космосе рассматривается формирование устойчивого рентабельного рынка для деятельности частных компаний путем разработки новых механизмов государственно-частного партнерства. Надо сказать, что в России именно программа «Сфера» может стать драйвером предпринимательской деятельности в космосе и создание механизмов государственно-частного партнерства в интересах создания новой космической экономики. Показательным является тот факт, что в программу «Сфера» входят коммерческие компании, которые уже сейчас на стадии формирования программы вложились туда своими средствами, и тем самым фактически поверив в этот задел, и это можно рассматривать как вклад операторам в развитие новых рынков для бизнеса. В рамках программы «Сфера» госпорпорация «Роскосмос» вместе с «Газпром» создают серийное сборочное производство в Щелково. И это тоже уникальный проект, который призван создать в России потоковое производство космических аппаратов, и тем самым поможет быстро развернуть группировки космических аппаратов, повысив их качество и увеличив строк активного существования. Заказчиком данного проекта выступает негосударственная компания «Газпром Космические системы», и проект реализуется исключительно на коммерческой основе. Для создания в рамках программы «Сфера» спутников дистанционного зондирования Земли госпорпорация «Роскосмос» подписала с группой ВИЗ соглашение о сотрудничестве в создании IT-системы экологического мониторинга с использованием данных дистанционного зондирования Земли. В составе этой IT-системы запланировано создание малоунифицированной платформы и части полезных нагрузок космических аппаратов ДЗЗ, которые могут быть созданы частной компанией. Реализация проекта создания IT-системы планируется с привлечением в небюджетное финансирование на основе концессионного соглашения. Совместно с частной компанией «Висотел» создается многоспутниковая система интернета вещей на базе малых космических аппаратов «Марафон Айот», которая обеспечит интеграцию продуктов и сервисов, основанных на космических данных интернета вещей. Система будет состоять из 264 микроспутников «Марафон» на круговой низкой околоземной орбите. Также в рамках подпрограммы «Сфера» предусмотрено создание широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть интернет, которая на базе орбитальной группировки космических аппаратов «Скиф». Это тоже проект коммерческий, и негосударственная компания вложилась средствами в создание такой небольшой группировки этих космических аппаратов. В части геоинформационных систем и сервисов впервые частной компанией будет создана космическая коммерческая система «ДЗЗ-смотр», предназначенная для получения высокодетальных данных оптико-электронной съемки из космоса с разрешением 50 см. Это для России вообще уникальный проект, и в общем-то только частная компания может за такие сроки взяться за создание востребованного космического аппарата и делать на это очень востребованные в настоящее время сервисы. Здесь хотелось бы сказать, что программа «Сфера» является открытой системой, и любая инновационная компания может дополнить ее архитектуру своей нишевой разработкой, направленной на развитие экономики через механизмы государственно-частного партнерства. То есть если компания видит неохваченные услуги внутри вот этой сферы, «Сфера» — это же не есть замкнутая программа, это программа по предоставлению услуг. И если в развивающемся рынке есть новые потребности, частная компания может запросто туда войти со своим продуктом, и она будет востребована, и она тоже станет частью сферы. Хотелось бы еще сказать, что «Сфера» — это не только прокосмические аппараты. Заявленные в программе «Сфера» характеристики малых космических аппаратов, тех же космических аппаратов «Марафон» и «Скиф», они позволили доуточнить требования к сверхлегкой ракете-носителе, которая делается малыми компаниями на платформе «Аэронет-НТИ». И именно программа «Сфера» послужила толчком к тому, что в объявленном конкурсе заявились для создания несколько компаний, которые даже не подозревали о том, что они могут разработать сверхлегкую ракету. Тем самым, сфера послужила драйвером для дополнительного интереса со стороны не только создателей космических аппаратов, но и средств введения. Зачастую задают вопросы, не боится ли Роскосмос, что выпестовывая частные компании, мы создаем себе конкурентов. Нет, не боимся. Потому что все-таки Роскосмос – это больше про государственные интересы. Если мы говорим про рыночные интересы, то здесь без частных компаний нам не обойтись. И мы заинтересованы в том, чтобы рядом был надежный партнер, который является не только создателем какого-то продукта, но и владеет всем жизненным циклом этого продукта и может на десятилетия вперед гарантировать крепкое сотрудничество с Роскосмосом. Продукция инновационных компаний ожидается, что она будет соответствовать требованиям по качеству и надежности изделия, которые предъявляются в космической области. И Роскосмос, когда мы говорим о долгосрочном партнерстве, хочет, конечно же, чтобы было понятно, как будет строиться бизнес малой компании, когда она перерастет в состояние малоинновационной компании. То есть в наших интересах развивать компании, доводить до состояния, если не единорога, то устойчивого развития. Каким же образом Роскосмос готов это делать? У нас создается некая инфраструктура или экосистема совместно с институтами развития, в которой Роскосмос готов приглашать частные компании для того, чтобы они пробовали свои силы и переходили из одного статуса в другой, в более комфортном режиме. Например, для разработки инновационными компаниями своих решений или их внедрения в Роскосмосе создано единое окно открытых инноваций. Любая компания может подать туда заявку с описанием своей разработки. Для ее оценки внутри Роскосмоса создан механизм с привлечением экспертов в отрасли, либо же вне отраслевых экспертов, которые оценят и дадут добро и зеленый свет. Также у нас созданы отраслевые акселераторы. Не далее, как в конце мая на Startup Village было анонсировано создание акселераторов вместе с фондом Сколково для приглашения частных компаний к сотрудничеству с отраслевыми компаниями ракетно-космической отрасли в области создания IT-решений. Два года назад был создан на базе НПО «Энергомаш» акселератор для создания новых цифровых технологий в проектировании и создания изделий полного цикла, а также технологий для разработки двигателей. Еще недавно у нас появился такой замечательный формат, как взаимодействие с научно-образовательными центрами регионального либо межрегионального уровня. Вместе с Самарским научно-образовательным центром при поддержке правительства Самары было решено создать центр коммерческой космонавтики, где частные компании могут проводить сертифицированные испытания, пользоваться отраслевой экспертизой, а также использовать аппарат математического моделирования, потому что в состав НОЦа входит наше отраслевое предприятие «Прогресс» со своими разработками, оно может оказать поддержку, оно может предоставить аппарат, допустим, для баллистических расчетов, которые, я знаю, это самые сложные, как при создании компаниями средств введения, конечно, баллистические расчеты, это всегда почему-то становится камнем преткновения, и вот можно использовать отраслевую инфраструктуру для того, чтобы продвигаться дальше. На базе этого ЖИНОЦ предполагается создать центр экспериментов в космосе, ну и чтобы переводить компании из статуса малых инновационных все-таки уже в партнерские, выращивать их, предполагается создать отраслевые технопарки. Уже действует отраслевой технопарк на базе НПК СПП, и предполагается, что в скором времени будет создан такой технопарк, в ЦНИИМАШе, а также в Национальном космическом центре. Ну, подытоживая свой доклад, хотела бы отметить, что все-таки программа «Сфера» — это у нас явилась драйвером, да, она привлекла много частных компаний уже, и вторично также вызывает, ну, второй волной интерес для того, чтобы привлекать частные компании для развития не только средств введения, создания космических аппаратов средств введения, но также и большого количества новых сервисов. Вывод напрашивается достаточно простой. Нам необходимо дать возможность развиваться малым инновационным компаниям, потому что партнерство с ними после их взросления определит вектор экономического развития в России. И в заключении хочу еще раз сказать, что программа «Сфера» как базис новой космической экономики является открытой системой и перегласить все частные компании, которые чувствуют в себе силы, стать ее частью. Спасибо за внимание.